Суэфэньхэ Очень вкусные, конечно Пойдем попробуем Хорошо, давай После отмены коронавирусных ограничений Когда открыли безвизовый въезд для россиян Суэфэньхэ заметно оживился Открылись магазины и лавки Появились новые кафе Ассортимент и наименование блюд почти не изменились Сейчас сезон сбора урожая и дикоросов Поэтому многие китайцы принялись заготавливать грибы Будут угощать путешественников зимой Где они их собирают, неизвестно А вот сушат и сортируют прямо на тротуарах И в пешеходной зоне В Суньке это норма А как эти грибы называются? Понятно, спасибо большое Кажется, он сказал опята Или мне послышалось Туристов пока немного К тому же низкий курс рубля по отношению к юаню Не позволяет делать много бесполезных покупок Которые так любят совершать наши туристы Зато хватает бесплатных развлечений Например, танцы по вечерам на центральной площади Любой желающий может принять участие Даже тот, кто совсем не умеет танцевать Добровольные инструкторы научат, покажут, подскажут и подбодрят доброй шуткой Здесь часто можно видеть женщин в красивых нарядах Это похожее на наших серебряных волонтеров Добровольцы группы «Китайская золотая осень» Продвигают национальную культуру И популяризируют народные традиции 700-тысячный город постепенно затихает, не дожидаясь полуночи Здесь рано ложаться спать Для того, чтобы с первыми лучами солнца нового дня Встречать дорогих русских туристов По которым они скучали И это не только их бизнес и благосостояние Но и искреннее, теплое, добрососедское отношение И оно не всегда измеряется финансами Хотя именно деньги являются залогом крепкой дружбы, любви и понимания К сожалению, ничего другого в мире не придумали А популярная когда-то поговорка «Курица не птица, Китай не заграница» уже не актуальна